не совпадение это не какое-то возвращение прошлое сегодня будет тема как раз таки основан на тех картинках которые увидите даже приятеля добрый вечер не то не то ни что видеть на обрадках потому что это действительно история нашей истории с кэйвэй а за счетку бы здесь действительно запечатлено то что на многие десятилетия обгоняет технический прогресс и вот вы видите сидящего пан Толи Эдуардыча рядом с первым именно транспортным роботом вообще в мире а вправо видите самое пана юницкие оседящего ведла первого доправного робота первый доправный робот на свете почему робот спросите вы так как это автоматизированные системы управления это машинное зрение это возможность машинного обучения опытащаться пречо робот потому что не автоматически ама схлопность самостат на его с автоматическое учение и кстати очень важно отметить что это двухтысячные года россия это в русскую а суток до року около 2000 еще не курсировали допустим а от хитроу до части лондона вот идет автоматические полу транспорты второго уровня но это не относится к нашей сфере они в том числе не фунговали течо терраса властне слетиска хитроу до до лондона полу автоматы которые доправляют это доправная полу автоматы на другой уровне тоже если говорить об и дело идеях илона маска то в этих годах даже и рядом не было подобных идей о гиперлупе и так далее если бы на тот момент россия поняла что было действительно представлено это был бы мировой прорыв именно для россии но киво лорусско в том часе похупил уже что предстота представу я был бы до скучности световый хит а просто прерусско таки пряник на такое введение в наш вебинар но естественно стоит заострить внимание на текущих новостях я это потому что о настоящем skyway можно говорить ну фактически уже очень долго все вы прекрасно знаете что антолий дуарда че виктор бабурин уже в таком затяжном турне находятся начале в австралии потом в азии добре уже видите что пани уницкий с бабурином санаха зале на таки притянутой служебке пришли за австралию все находятся в индии я думаю что все видели новости переведенные по австралийским именно моментом то есть это и получение патентов и другие аспекты которые обсуждались при визите с родом хуком и так далее даже мой из вас уже все видели новинки и кайса праве австралии где ты кайса течь искания в ядерих патентов а но их дальше их куточность и которые с аудара ли поча статус азарова луком и кто пользуется инстаграмом я рекомендую следить за стори виктора бабурина потому что там естественно с запозданием чтоб нам не помешали конкуренты но отображается перемещение в поездках именно бизнес перемещения так же ты который мате приступ на инстаграм от поручам следовать следовать особо бить не пана бабурина а я историю его служебных цвезд там я вас не видеть постуба и прогресс его роков они ах с кайвэй сегодня на пример была размещена интересная очень фотография с проектом некого острова 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 он тоже дар дичи виктор сейчас находится в индонезии спросил виктор а что за остров как это относится с кайвэй они супер на бабурина и юницкий су в индии а сам со спитал паурина чё то маки всях skyway тем остров виктор сообщил что сейчас готовится большой проект по соединению вообще некоторых островов на территории индонезии это вообще островное государство и о том же это властно великий проект актуал не тикаются припоения в ясер их остров это же сингапурту и властный штат на островах припоения тогда великих остров и есть ряд островов с руководством которых с губернаторами и вообще с властями происходили встречи это действительно такая туристическая мека ну прибегли в яце встретить с губернаторами а вот с владными чинителями в яце их островов это такая мека мека туризма там вообще складывается интересная ситуация потому что на одном из ближайших островов от этого потенциального проекта находится аэропорт это очень интересное потому что у одного из таких островов в близкости находятся и большое летиско белоснежный песочек небольшие волны и абсолютно не палящее солнце то есть это то что нужно для взращивания супер туризма помимо боли и других знаменитых островов на территории в Индонезии так же попри островов бали и иных зауимавых destinациях и это то это территория о которой мы говорили с белым песком малыми влнами неприлич горючим слнком это очень полезно для развития супер туризма это так называемая именно концепция золотой деревни это государственный проект который развивается на территории в Индонезии на этом то у земли Индонезии савия проект штатный проект злота дзедина повеземен названный таким символом Виктор попросил очень передать что не исключено что в будущем один из эко-фестов будет проведен и на этой территории когда там будет реализован проект ну и представьте что на действительных абсолютно островах которые для туризма идеальны родится инфраструктура, транспортная связующая, как действительно ринется рынок недвижимости и будут создаваться дополнительные инфраструктурные составляющие. Естественно, это абсолютно невозможно без внедрения технологий SkyWay, и Индонезия это понимает. Индонезия тоже понимает, что это не можно реализовать без участия или без технологии SkyWay. Также хотелось бы отметить, что в конце октября ожидается очень серьезная делегация арабов, то есть Виктор Бабурин и Анатолий Эдуардович также были недавно, уже не вспомню, если честно, когда в Абу-Дайбе, то есть в одном из арабских эмиратов. Концом октября нужно подчеркнуть и выразнить, что мы готовы к встрече с важной группой арабов. Встретления, конечно, были предыдущие, как Бабурин и Юницкий, но я ожидал их приход. Концом октября. Ну и с нашей стороны мы с Сергеем Анатольевичем сейчас активно готовим визит серьезной швейцарской делегации, в числе которой будут юристы и наши будущие адвайсеры и участники команды. Друзья, это настоящее, оно просто неимоверно радует. Но давайте переместимся в прошлое. Это нечего, что нас миморядное рад тешит, но рады нас успеть. Это необходимо понять для того, чтобы представить, насколько обширно стратегическое мышление нашего, действительно, Леонардо да Винчи нашего времени и генерального конструктора Skyway Technologies Companies. Было потребно это все рассказать в краткости, чтобы мы понимали большинство и широкое мышление нашего нового века, или Леонардо да Винчи, 21-го старого года, о его заборе и развитии технологии. Сегодня мы вам представим еще одно направление, которое будет, возможно, рождено дополнительно к легкой прогулочной трассе и юнибайкам. Друзья, мы с вами еще представим следующий друг доправы, который будет как дополнительный к легкой, легкой выходной доправе юнибайкам. Что задумывалось ранее, но невозможно было к воплощению без технологии распределенного реестра блокчейна? Было это уже скоро, но не было это возможно спустить или начать без блокчейна то, что идем завладать. Но предварительные испытания данной технологии велись и даже сейчас также ведутся. Предбежные те скушки вспоминанной технологии уже были выполнены, а в самом деле все еще и соучастности выполняют. Так, коллеги, следующий слайд давайте поставим. Внизу следующий слайд Андрей, то есть не документ следующий слайд. На стрелке, на стрелке, да? Да, 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 вот этот слайд, ага, благодарю. И здесь вы видите действительно политиков, серьезных представителей власти на тот момент России, которые смотрят вперед на транспортного робота. Ну и все с ней осознают это. Вы видите шпичковых представителей, владных представителей русского в том часе, которые смотрят на доправные роботы, представленные им в том часе. И, конечно же, не все в том часе. И более того, не осознают, что как только появятся необходимые технологии, а необходимая технология эта появилась, это блокчейн, возможно будет воплощение действительно супер направления. Ну а, конечно же, не понимали, потому что не удалось это без этого заведения блокчейна, без этой технологии, без этого, и это будет, конечно же, заведение к очень большому интензивному развитию этой области. Итак, мы хотели бы вам представить направление, если говорить о концепции пространство Transnet, TransService, если говорить о терминологии SkyWay, это SkyService. Мы хотели бы вам представить эту новую технологию, назовем ее TransNet, будет это для обслуживания, а мы это назовем терминологией SkyWay, SkyWayService. Следующий слайд представьте, пожалуйста. Следующий образок. Нет, даже еще следующее. И мы все помним испытания модели 1 к 10. Следующий слайд, Андрей. А уже вспомним этот слайд, этот образок, а модель 1 к 10. Скучку 1 к 10. Фактически это уже рождение достаточно интеллектуального прибора, который действует с помощью системы автоматизированного управления. А теперь я хотел бы, чтобы вы кое-что представили. А теперь я хотел бы, чтобы вы что-то представили сами. Посмотрите справа или слева, в общем, найдите в комнате либо в кабинете окно. И представьте, что это стена, которая подключена к сети Транснет. Представьте, что наш разумный дом, это стена с тем окном, которая припоена к Транснету. Что значит подключена в логике интернет, когда через оптоволокно либо интернет-соединение мы подключаемся к интернету? Что? Вся в адаптер, в разъем специальный адаптер. Так же представители, что это припоение на интернет, это запоение оптического влакна через специальную застрочку. Мы засунем, а мы припоены теоретически на интернет. Соответственно, по логике, чтобы произошло подключение к Транснет-спейс, необходимо подвести все линии коммуникации, то есть путевую структуру. Так же аналогично припоение к Транснету, нужно припоить структуру и доправную структуру к нашему престору. Но я вчера потренировался на своих коллегах, сейчас я большую часть времени провожу в Челябинске, в своем городе, потому что занимаемся с командой именно разработкой, подготовкой к запуску криптомета-платформы. Это очень важная задача. Так же в сучасности, в Челябинске, заоберамся со своей командой с заведением и приправой, скушками криптомета-платформы. Мы сейчас понимаем, что фактически все транспортное направление, вся транспортная инфраструктурная альтернатива представлена на сегодняшний день Анатолием Эдуардовичем, и концепты заложены высокоскоростного перемещения и гиперскоростного перемещения. Это огромнейший рынок. Мы говорили не раз, это триллионный рынок. Да, это правда. Это огромный трех, а триллионный трех, это правда. Но какой рынок на сегодняшний день составляет действительно максимум? Какой рынок еще можно было бы теоретически охватить с помощью технологии SkyWay и Transnet Space? Какой рынок еще и дальнейший трех бы мы могли бы обсадить с технологией SkyWay, наш доправный приестор, расширить? Такая вопрос. И вспомним вот про эту волшебную стену SkyWall, так называемую именно нашей терминологией. И вспомним про такую необходимость, потребность иногда гладить белье. на ту нашу стену, на ту нашу SkyWay стену, спаяющую нас с приестором SkyWay, а представим, что потребность обчас жерлить прадло. Я намеренно привожу такой простой пример, но согласитесь, особенно дамы и женщины, что белье гладить не всегда хочется, и хочется заняться другими вещами. Поставьте просто плюсики. Кто считает так? Так что, не надармо привязываю этот простой пример, но главное дамы, а тогда жены, признайте, узнавают, что не всегда хочется жерлить. Так что, сейчас пишите сами плюски к тому. И я хотел бы вас спросить, вот к примеру, я сейчас сижу на рабочем месте, например, в Сингапуре, душно, влажно, и я элементарно вспотел, снимаю рубашку, переодеваю другую, но эта рубашка грязная. По идее, я сейчас ее иду и бросаю в стирку. Так что, представьте, я сидим в Индонезии, спотил сом, выключу свою кошелку, шпиновую, аккуратно, дам свою чистую. Потом достаточно долгий процесс, чтобы белье собралось, машинка стиральная постирает, но его нужно погладить, его никто не погладит за вас. Ну, правда, я всегда треба выжеглить самим, то никто за вас не справит. Так, Андрей? Я перевел. А, все, перевели. И в нашем случае, когда действительно появляется направление транссервис, эта проблема легко решается. Македжеса объявляет наш транссервис, как новая приложительность указывает, что нам появилась новая приложительность. Я спросил у своих коллег, вот, к примеру, существует путевая структура, она подходит к дому, либо ближайшему дому, вам нужно выполнить конкретную, нужно получить конкретную услугу, погладить белье. Как вы это будете делать с помощью существующей технологии? Так, я спросил у меня своих коллег, как вы будете решить уроку, когда к вам приходят к вашему дому, к вашей стене, вспоминанной Skyway-сервис. А можете тогда эту уроку выполнить? Не желание, правда. Как вы будете поступать? Сразу начались предложения варианты, что можно положить в Unibike, он отвезет, но там все равно необходимо совершать много дополнительных действий, и инфраструктура в принципе для таких задач скорее всего не предназначена. Ну, были бы такие навыки, что все было бы отъехать, но это требует дополнительных действий, дополнительных и инфраструктуры, так не было бы достаточно вводные, они не приправленные или замысланные. И когда к умному дому, именно вот скай стене будет подходить коммуникация в виде небольшого стального каната, тросика 1-2 см диаметром, причем встроенным именно в инфраструктуру транснет, будут происходить чудеса. Так что, когда будет к нашему дому, к нашей скайве стене, приходит коммуникация размером 1-2 см, оцелового дрота, конечно, будет выполнять требования нашего транснету. Ну, тут у нас в ролике пишут, что до прачечной западло дойти. ответ на это утверждение? Тролицы нам пишут, что не проблем то решить, что там прачивание, где все при доме. Тогда сейчас откажитесь от смартфонов, и если вы не приемнете смартфоны, откажитесь вообще от мобильной связи, ищите вот эти вот наши старые телефоны, где нужно было крутить вообще циферблат, чтобы набрать номер. Пользуйтесь этими средствами, это же замечательно. люди, полезных или приятных для человека вещей. В этом суть технологического прогресса. технического прогресса в том, что экономия ущетри час каждую секунду на то, чтобы было прожито полезно, чтобы было полезно или приемно. чтобы было приемно. Это цель технического погресса. следующее слайд поставьте. И представьте, что действительно умная подобная нить, это SkyFiber, если говорить по-английски. И наши терминологии, которые мы имеем право рождать, потому что это все-таки новое направление, подходит и позволяет вам получать фактически весь спектр бытовых услуг. Представьте, что к вам приходил к нам в доме, наша SkyWay нить или дрот, мы можем говорить так, потому что это о нашем решении. Представьте, представьте, что к вам придет все потребности в доме. Скайбоксы будут перемещаться прямо к вам к вам скайбоксы, то есть это волшебные, так скажем, ящики, которые вы можете положить, вместо отнести в прачку грязное белье, вам его погладят, накрахмалят, все, что угодно. что вы можете положить документацию какую-то, и соответственно, это будет замена современной почте, а в России почта достаточно не быстро. может служить как почта, в русском не легко, можете вложить документацию до скриньки, а может служить таким способом. на заселание почты. Так, коллеги, я, к сожалению, с самого начала забыл включить запись в английском нашем вебинаре, поэтому напишите, пожалуйста, если кто-то пишет, потому что я считаю, что тема достаточно важная, в английской версии происходит выжимка. На сладком запись запускал. Можно будет заказать через SkyMarket и именно через сервисное направление, организованное на системе децентрализованного распределенного реестра, будет возможно это нововведение. так что будет можно с помощью централизованного регистра новое уведение того тексту там. приложение. И, соответственно, в чем заключается одна из также главных составляющих блокчейн, то, что это закрепление максимально достоверной защищенной информации, которую невозможно изменить. блокчейн будет уложена немедленно охранена. соответственно, если вы захотите заказать корзину фруктов, и вам не нужно при этом идти в магазин, корзина фруктов сама к вам приедет, и более того, в нашем цифровом направлении экономики будет выпущен токен, который будет закреплен за соответствующим фермером. соответствующим уровнем и все будет зафиксировано, заэвидировано. Андрей, все, я перевел. То есть фактически сразу на спрос рождается предложение, и без спроса предложение не может в этой логике экономики родиться. В логике этой экономики дигитальной не может быть требования без понуки или понука без допиту. Это будет исключать один очень важный фактор складирования и все транспортно-логистические затраты с учетом перемещения товара из одного места в другое. Это будет перемещаться внутри единой сети. Транснет. Все это будет объединение этих операций и устранение. Не будут выполнены лишние операции. И это будет в рамках системы дигитальной экономики. Следующий слайд. И примерно как это будет выглядеть и как будут выглядеть опять же примерно эти мини-боты мини-транспортные роботы было продемонстрировано в ходе защищенной стратегии в охранном модуле. так это мини-работы были демонстрированы была предвидена указка их пользования предуправу. продемонстрировано 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 Но тем не менее, все же сама окупаемость адресного проекта и его приемлема, и его прибыльность возрастает действительно в разы. И это невозможно к реализации без самой инфраструктуры Skyway, то есть промежуточных опор, анкерных опор, иначе это будет незащищенный инфраструктурный сервис. Но в самом деле нет, это можно без опорных охранных столбов, носных столбов, иначе это не было в рамках нашей инфраструктуры. Огромное значение сейчас имеет тот факт, что часто выполняются неквалифицированные работы, которые выдаются за достоверные и квалифицированные. В блокчейне это исключено? А то, что в блокчейне выручено, то, что сейчас часто происходит, что неквалифицированные и низкоквалифицированные работы в блокчейне выручено? Потому что каждому фермеру, каждому ремонтнику, каждому человеку, любому участнику сети Transnet, предоставляющему ту или иную услугу или создающим тот или иной товар для конкретного предпотребителя, нужно будет подтвердить квалификацию. А это потому, что для каждого человека, каждого оправара, каждого работника или предпринимателя, служеба, будет всегда выдано быть неквалифицированным и квалификацированным в рамках блокчейна. Соответственно, после подтверждения этой квалификации, этому участнику рынка будет возможность именно обладать специальным квалификационным токеном, который также основан на нашем базовом активе. сегодня это рабочее название SkyWayCoin. Кстати, я могу вам сказать интересную вещь. мы неспроста называем сейчас SkyWayCoin, либо Transnet токен можно было назвать, но это нереальное название, оно совершенно другое будет. Объясню почему. Это названия, что с поуживанием, если не целиком реальными, они вообще не реальными, но сейчас выясним, почему так есть, и поуживаем их так-то в работе. Буквально на днях сообщили, что был запущен второй скам-проект уже за историю наблюдения за подобными скам-проектами а-ля SkyWay, но не являющимся реальностью. И, естественно, мы вас предупреждаем, что мы скажем, когда будет запущена мета-крипта платформа. И более того, поверьте мне на слово, сайт будет очень легко запомнить, и он уже выкуплен, он уже забронирован. Так же уислим вас, что мы вам в час даме видеть о том, когда будем запущать нашу мета-крипта, и мы уже в самом деле все готовы к заистену странку, мы вам в час даме видеть, будет еще одиннолет достоин и ориентовать. И на главной странице сайта нашими вирсами это крипто платформы где будет и регистрация в сам блокчейн я повторяюсь блокчейн они в какой-то проект будет вы вывешено предупреждение есть такие скам проекты будут продолжаться с нападками на репутацию skyway и мета крипто платформы так же уислим вас что каждый кто будет регистрация на эту страницу будет это однодушное а до блокчейну тогда нашу блокчейну а мы вас везде даме видеть поки а таки то не какие ведлайшие проекты как блокируют а вот тогда дублируют а квази а шкодица нашему проекту са буду обжавать а которые висели шкодить нашей мета крипто платформы теоретически это направление под названием транс сервис можно действительно запустить уже после успешной капитализации первичного разрешения размещения и это токены имею ввиду и это и будет инвестиция в экотехнопарк потому что это действительно серьезная инженерная разработка хоть и нескольких каналов уже выполнена так что мы приправили этот транс сервис этот смерт у нас запустить спустить спустить едно-то теда о уместнение токину а с тим что это будет самзвенна эко-технопарку на и прохождение крипто платформы и генерации первой генерации базового актива именуемого сегодня skyway coin приходит всегда балансировать целая команда целый тим который приправе эту нашу это крипто платформу базовый акты в сучасности потребую все такое билансовать балансовать потому что фактически ну я не видел таких примеров кто на таком уровне будет синхронизировать реальную и цифровую экономику это зло житая я суть с куточности сам еще не видел нигде а виние кто доказал так то засуладить акуни реальную экономику а дигиталную экономику я видел те проекты которые выходили ранее можно было называть айсио сейчас я бы рекомендовал называть talking generation event именно с рынком услуг но это рынок цифровых услуг алья apple и google но тусов это доскомпликованная премнях так же доктор зумел не будем то прикладать а ровно сам машин при этом марина так это мудре ли ты об час послали прикладать вам визнации ведь алис аспон председать но я не видел тех платформ крипто проектов которые бы синхронизировали сразу и реальный инфраструктурный проект данном случае трансервис это сфера всех бытовых услуг и другого спектру услуг и цифровую экономику создавая новую экономику токина экономику токина на правду я сам еще не видел никого кто видал о реальной экономике вакциям дигиталную экономику прибыта до дохромады а синхронизовал доказал синхронизовать так же при сучасном тогда видаване тих токинов поэтому у нас возникают такие вот очень напряженные бурные дискуссии особенно между лично мной и сергей анатольевичем потому что я больше погружен цифровую экономику он больше погружен в реальную экономику и происходят реальные серьезные такие баталии целые ну а при то часто с паном сибириаком прихаадзам и добуру их дискуссии а гадок повез метод так же свои природзенные я сам застанцом работая авиация венуем дигитальной экономике он в ястей реальной также ладами сполочную сполочную речь но как говорится споре рождается истинная и поэтому мы сейчас вот уже значительно расширили концепцию когда только начали говорить на поле skyway о мета платформе она приобретает действительно такой уважительный уже вид который не стыдно будет показать так что говори в споре взникая правда так и мы уже мы сад приближили к нечему что говори о этой мета платформе наше и что будет можно что-то спали к неаким вислетком которое будет можно указать не будем и саму сеть за не амбить это визратор добре скоро уже наши разработчики мне сообщили поднимут фаси то есть это лицевую часть нашего блокчейна и произойдет действительно начало это мы будем считать рождением мета платформы именно с синхронизациям с будущим таким вот общим блокчейном промышленного масштаба так же в близкой будущей уже наши техники приправе уведение блокчейну его вводную странку его представление и что интересно многие дорожные карты которые я смотрел анализировал других крипто проектов распространялись ну максимум на три два года у нас будет примерно как минимум до двадцать третьего года все прописано пока не надо у нас до 25 лет ты в исток которые поэтому кто что вы не все сервиса или в логике транснет спейс транс сервиса мы покажем миру что такое решение уже в оцифрованной экономике и одновременно в реальности существует мы хотим свету указа укажем и время зельно идти реальную экономику с дигитальной экономикой в рамке нашу транс нет далее мы уже сможем внедрить в реальном адресном проекте и значительно повысить его окупаемость ну представьте тот же туристический потенциал но реальную жизнь так скажем бытовуху бытовые потребности никто не отменял это только будет увеличивать прибыльность капитализацию проекта так же зме приправен и до наших первых или нових або первых властне адресных проектов завязать тута часть транснет сервису которая властной службы какого сервисной службы при отеля подобная никто не срущил а при нас то будет завышать капитализацию урыхлое навратность а завышать капитализацию каждого конкретно проекту адресно струна будет простираться что касается южной азии индонезии между островов действительно простираться по континентам будущем и вслед за ней будет тянуться умный нить именно sky сервис и наше доправное строна будет тянуться в азию в азию в азию будет спалять острови и за эту строну доправного будет тянуться в розумный нить sky сервис И я могу сказать, что это может стать реальным дополнением концепции нового шелкового пути. То есть давайте вспомним вообще, чем примечательна компания Apple, они первые перешли от промышленных компьютеров именно к компьютерам массового масштабного назначения. Ну, поровнава компания Apple, перешли от промышленных почитаторов к массовой distribуции, або т.д. особным почитаторов, где были главные их планы. И, соответственно, SkyWay имеет сильную и тенденцию, и будет время сучаствовать припадной и реализовать самую отварную цепь через Азию. Но Apple немножко не повезло, что они развились раньше, до появления блокчейн, и с цифровой экономикой им уже очень сложно синхронизироваться. Практически невозможно. Apple не повезло, что они преникли скоро, когда появилась такая дигитальная экономика, а не доказали выжить эту силу этой дигитальной экономики. Уже они не докажут синхронизировать уже в днём. И что касается нашей цифровой экономики, то мы сможем снижать срок окупаемости и за счёт стоимости базового актива, потому что цифровая экономика, которая складывается из реальных показателей реального бизнес-плана, также будет окупаться и повышаться ещё больше за счёт просто курса базового актива. А нам удалось снижать час на обратность капиталу на укор сниживания, а также сниживание цены базового актива, а тим регулировать и урыхловать на обратность наших активов. И сейчас при создании концепта и первого прототипа этой цифровой экономики мы никогда не забываем про реальную экономику и про такое понятие, что в проект должна быть заложена прибыль, как в реальном бизнес-плане и реальных бизнес-показателях. Так что реализирует первый протокип нашей экономики наше дигитальное экономическое количество не забудем о том, что там тоже может быть вложен поем реального результата. А не забудем о том, что в результате реальная экономика тоже является важным. И я могу сказать, друзья, что так как окупаемость адресных проектов будет за счет этого направления раскручиваться и ускоряться, прибыльность проектов будет повышаться, то и наши с вами будущие дивиденды также будут больше. И каждый решит сам, друзья. Мы такое в будущем решение, не в первую очередь, может быть в 20 очередь, но очень постараемся создать, если это будет юридически уже возможно. То есть сейчас ведем по этому поводу консультацию. Можно будет обменять обязательства SkyWay на токены, но придется в токенах найти, остаться навсегда. Ну и сравнительно. С этими двумя стратегиями я хотел бы привести пример мировой сейчас криптоэкономики. То есть это варьируется, причем волны от 100 до 180 миллиардов долларов и чуть больше. И капитализацию Apple – 950 миллиардов долларов. Прога, я думаю, есть. Подписание на токенах. Да? И на токенах. Хорошо. И так как невозможно создать это направление без очень сплоченного сообщества, то первым рывком, первым скачком не в плане инвестиций, а в плане именно создания сообщества, будет сообщество Skyway. Продолжение следует, чтобы сполочность была сполоченна, сдружена, успевнена, а это будет для нас первый важный крок и скок. И многие меня спрашивают, задают вопрос. Да, Чаба. Чаба, вопрос какой-то? Так, ну следующий тогда. И многие меня спрашивают, каким образом будет происходить обмен, допустим, теоретически обязательств на будущие токены. Я могу сказать и повторить, это не первоочередная задача, но чудес не бывает, если кто-то продает, то кто-то должен купить. Продолжение следует... Так что, часто мне задавают вопросы, как будем помочь выменять свои обязательства, так говорим, что это не первоочередная улога. Урчите не первоочередная улога. И это, кто купит, а не только кто продает. Такое я хотела. И стоит понимать, друзья, что реальная цифровая экономика это примерно как сейчас реальные испытанные уже внедренные автомобили, к примеру, развивающиеся электромобили, и я уже не говорю о летающих автомобилях, а дронах такси и подобных ноу-хау. В моем мнении, что... Что в будущем будут проекты как и полностью на цифровой экономике, синхронизированные с реальной экономикой, и частично цифрованные, и без цифры вообще реальные проекты, и я не исключаю того, что реальных проектов даже будет и больше. С первого. С первого. С первого. С первого. С первого. Я буду ставить яйца в правило золотой инвестора. Я буду проскладывать яйца в разные корзины и диверсифицировать. То есть я обязательно оставлю часть актив. Я лично, это мое личное мнение, в обязательствах SkyWay, которые в будущем станут одними из самых прибыльных акций. И также, естественно, я буду некоторую часть потом уже при возможности преобразовывать в токены. Так что, приятели, я вам покажу свой собственный, мой собственный назор и приступ. Я си заховам характер златого акционара в смысле, что я буду поддерживать все смеры, дам до всех кошов свои обязательства, то значит, что я их помещаю, часть из них выменяю в токены и буду инвестировать в адресных проектов. Но самое выгодное действительно время для инвестиций сейчас, это инвестиции именно через наши личные кабинеты и приобретение обязательств SkyWay, которые будут в будущем акциями. Потому что это действительно консервативная, выверенная, но действительно существующая уже столетие стратегия, которая успешно работает. Так что, наибольшей частью инвестирования, в частности, является инвестирование в сучасные этапы, через свои особные кабинеты на том, чтобы мы сискали облигации, т.е. будущее акции. А этот консервативный поступок я уверен староточами, может даже тысячи роточами, а это наибольшей частью инвестиций. Да, мы планируем запуститься в декабре либо январе, именно первичное размещение. Блокчейн будет поднят намного раньше. В конце этого месяца вы, я думаю, в начале следующего максимума видите работающий сайт. Ну, друзья, кто знает, какой этап у нас настанет уже в январе, или даже в феврале. И стоит ли ждать вот этих крайних окон, когда без ограничений сможет войти в распределение токена любой? Это вопрос открытый, и каждый думает сам. Ну, что, действительно, без сомнения, друзья, это то, что действительно, криптоэкономики, мы протягиваем руку и говорим наш слоган, мы должны объединиться. Ну, а мы натягиваем руку к криптомене, говорим, высловуем слоган, мы за мусим и споить. В начале у нас будет внедрение, разработка транс-сервиса потенциально, потом, соответственно, вы узнаете о таких устройствах, как девайсер, это по аналогии, как сегодня, часы андроид и так далее, но несколько другим значением. И потом все эти направления по дорожной карте будут внедряться уже в параллели с реальными оцифрованными адресными проектами на основе технологии SkyWay. Так же, в первом ряде заведем у нас транс-сервис, потом в другом кроку то будет так званый девайзер, а в третьем то будут оцифрованы, где-то, дигитализованные адресные проекты и их завязание, завязание дигитальной экономики. И существуют определенные гигапроекты, которые мы прекрасно знаем, и они невозможны к реализации без технологии SkyWay, и сейчас я могу сказать, что, скорее всего, они не были возможны и без внедрения технологии блокчейн, то есть создания метаплатформы. Я могу сказать, друзья, что никто бы никогда не мог проследить, достоверно подтвердить, если проект не реализован с помощью цифровой экономики, а тот ли холод с Байкала мы пьем, тот ли лед растаял у нас в виде воды на нашей кухне. Без технологии блокчейна или дигитализованной экономики бы мы властне немали никогда за руки, а не в том, что мы в студенную воду с Байкалу, что мы лад с Сибири, а теперь с Байкалу, это заручение. Та технология нам это будет уможнивать, дигитализованная экономика блокчейна. И с помощью будущих внедрений нашей метаплатформы мы сможем обеспечить отсутствие всякой фальсификации, недостоверной информации, неквалифицированно предоставляемой услуги, то есть любого вреда, который может нанести репутация Transnet Space. И мы понимаем и не думаем, что это какая-то простая задача. Вспомните, как внедрился интернет. Сотни, действительно сотни команд работали над решением этой задачи, чтобы появился интернет в том виде, в котором сейчас он существует. Не мыслим, если это улога легкая, ведь веем, что на имплементациях, в развитии интернета работали стовки тимов, а тряло то достаточно длинный час, не что никому успел, то это там, где мы сейчас. Так же наша улога изложитая, тяжкая. Интернет войдет также в составляющую Transnet Space и сети Transnet, и мир интернет вещей также модернизируется, видоизменится и также войдет в Transnet Space, потому что там ему будет место. И хотел бы завершить крайним вопросом, который меня очень часто задают, причем представители блокчейн-направления. Чем вы отличаетесь от попыток оцифровок реальных инфраструктурных проектов, ну, например, добыча песчаного карьера? Ну, укончим то едной вопросом, которую мне дадают право выводы, а также участники выводы блокчейн-направления. А чем вы, власне, будете отлишивать от тех, которые покушают дигитализовать экономику добияния песку, на примере? А тем, что на самом деле ни у кого нет физического воплощения интернет, ни у кого нет путевой структуры со встроенными силовыми, слаботочными и оптоволоконными кабелями внутри. А то тем, что никто, власне, не имеет то, что мы. Мы имеем доправную структуру, имеем информационную структуру с оптическими влаками, с участием наших доправных трасс. У нас действительно заложено в самой составляющей технологии это возможность взаимодействия, действительно простого, скоростного взаимодействия и совершения цифровой экономики внутри самой сети. А теперь представьте, как будут синхронизироваться экскаватор, погрузчик, грузовик, как они связаны, скорее всего никак. Так же, как сегодня, это уже транспорт прошлого века, так же и сегодня их невозможно уже связать между собой. Транснет, возможно, все. Поэтому, друзья, остается сказать то, что произношут на каждом вебинаре, строя SkyWay, спасай планету, дай дорогу в мир Транснету и мы должны объединиться и с предпринимателями, и с домохозяйками, и с криптомиллионерами и миллиардерами. Благодарю, друзья. Друзья, следующая презентация вживую, которая не записывается намеренно, произойдет именно как моя тренировка в ближайшем городе ко мне. Это Екатеринбург, там будет 200-300 человек, и затем мы уже отправимся в поездки для презентации по другим странам. И это будет охват далеко не только сообщества SkyWay, потому что уже многие услышали о том, что готовятся. Так же, в ближайшем он будет мать такой вебинар, скушенный во веб-лейшем месте Екатеринбурга, где живет, а тот не будет тогда наградан. Он там оттренует вещи, а потом уже будет дальше путешествовать по свете, где о нас ведет, ведет о том, какие большие вещи мы собираем. Буду информовать дальше в вебинарах. Что-то мне подсказывает, что это заинтересует огромное количество людей, которые сейчас не поняли, что такое Transnet, и не поняли, что такое SkyWay. Но для таких людей всегда будет ответ. Если хочешь войти в первые окна дисконта, размещение токена, то изволь хотя бы зарегистрируясь в проекте. До скорых встреч, друзья. Счастливо. Так же, приятелы, до скорых встреч, все добре. А для тех, кто еще не понимал, он имеет почит, что заступы начали с тобой, что с этим не понимал, но никогда не понимал, что те, кто не понимал, что то Transnet наш является, что мы получаем, как перспективы, можно ли их участвовать, можно ли им зарегистровать, закупить токены, и участвовать активнее инвестирование в улучшенности. Так же до видения. Друзья, еще раз прошу, потому что в английской комнате я не сначала писал вебинар, так как сегодня очень напряженный день, как в принципе и каждый сейчас день. Если кто-то записывал, сообщите, пожалуйста. Сразу разместим запись. Андрей, ты записывал? Да, я записывал, заканчиваю. А, записывал? Супер. Все. И сейчас ответ включишь запись, да? Все, супер. Все, всем счастливо. Все, до видения. Все, до видения. Так, а токены за рубли можно будет купить? Нет. Нельзя будет либо вход через специальные сервисы или Bitcoin Swiss, если будем их использовать, там Swift перевод, либо через криптовалюты, существующие, Bitcoin и так далее. Такие правила у этого мира. То есть, друзья, кстати, интересный показатель. Я задавал различные каверзные вопросы. Неизвестно, тролль это не тролль, но мне кажется, тролль. Но, кажется, его зацепило это направление. Так, чаба. Так, чаба. Стоимость коина мы не можем сейчас озвучивать, потому что за нами очень много следят. Первые окна начнутся в начале для крупных инвесторов, которыми мы уже проводим переговоры. Все это будет от 200-300 тысяч долларов. Это первые окна. Примерно два окна. Следующее окно будет для всех зарегистрированных SkyWay. Там будут небольшие ограничения, но они абсолютно незначительны. Для того, чтобы подсеять зевак. У меня вопрос, где запись будет уложена. Так, Андрей. Уложена запись вебинара. Где она хранится? Или можно найти? Да, я сброшу ссылку. Али будут нам уведены на линк. Хорошо. Андрей, пожалуйста, добавься в Skype ко мне или ты есть кайпинг? Да, я не очень активно в Skype. Совсем вообще нет. Ну или почту. Почту мне сбрось. Этот линк. Напиши здесь. Я сейчас зайду с компьютера. Я скопирую. Это хранится. И до будущего там будет линк. Так что за... Все? Все бы счастливо. Тут Алексей словил дать линк. Сейчас почитать. До чета. Это хранится. Все бычет. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...